На повестку дня очередной сессии Брестского городского совета депутатов было вынесено сразу 13 актуальных вопросов. Это, как правило, утверждение бюджета, определение приоритетов в экономической и социальной сферах, поддержка талантливой и одаренной молодежи, совершенствование системы уплаты налогов и многое другое. Поднятые темы, как правило, затрагивают все сферы жизнедеятельности. Выработанная система станет на будущий год планом, руководством к действию. Одним из ключевых моментов стало выдвижение делегатов для участия в очередном Всебелорусском народном собрании. Всего город в феврале в столице представят 77 человек. Нашим городским организационным компетентом подготовки собрания была предна квота в соответствии с регламентом по депутатам местных советов и представителям общественных объединений, наиболее многочисленных, которые у нас зарегистрированы в республике. Также сегодня на сессии городского совета депутатов мы довели квоту от города Бреста, от нашего городского депутатского корпуса поедет 34 делегата. Это депутаты городского совета и часть депутатов, 8 человек от областного совета, которые избраны были по кругам города Брест. В ближайшее время на основании предложений, собранных общественными приемными, будут определены волнующие людей темы, которые делегаты смогут озвучить на собрании. В списке предложенных кандидатур Сергей Киселевич, депутат Брестского городского совета депутатов. Он уверен, что одной из приоритетных позиций волнующих жителей Брестской области станет комплексной поддержкой института семьи. Предложения касаются всех сфер нашей жизни, не только конституции, но и вообще обостройства нашего государства, в каком направлении мы будем двигаться, как мы будем двигаться. Эти предложения учитывают все мнения, которые на сегодняшний день были собраны в общественных приемных. И, соответственно, я так думаю, что они найдут отражение в тех решениях, которые были приняты на нашем Всебелорусском собрании. Продолжился разговор уже в формате онлайн. На связь с депутатским корпусом вышло руководство города и представители администрации областного центра. В рамках итоговой дискуссии были подведены итоги социально-экономического развития города в выходящем году. Как отметил мэр Александр Рогачук, показатели достойны. Однако по определенным позициям работу все же нужно будет усовершенствовать. Работа народно-хозяйственного комплекса города Бреста в 2020 году, успешная работа, позволила максимально минимизировать те вызовы, которые характерны сейчас для всех нас. Я имею в виду, что мы практически обеспечили жителей города Бреста без потерь комплекс всех услуг медицинских, транспортных, коммунальных. И максимально брещане не почувствовали в том, что мы работали в сверхнапряженном режиме. Сама структура экономики города Бреста, она позволяет нам выдерживать вот эти вызовы, вот эти риски с учетом разноплановости тех предприятий, которые у нас работают. Это и промышленные предприятия, и прежде всего наши перерабатывающие предприятия. Поэтому, оценивая итоги этого трудного года, я хочу сказать, что они достойные. И достойные потому, что каждый руководитель, каждый на своем рабочем месте делал все возможное, чтобы во втором тысячелетии наш город продолжил то движение вперед, которое мы обозначили. Вместе с тем, не надо списывать наши недоработки именно на эти пандемические моменты. Очень много резервов, которые можно использовать и у нас в городе, и в 2021 год вынуждает нас это делать. Один из ключевых моментов – частичная переориентация бюджета. На будущий год около 40% от общего количества выделенных средств будут направлены на систему здравоохранения. Позиция принципиальная и, как показал уходящий год, актуальная. Мы составляем все приоритеты и губернаторам области даны указания быть готовым на будущее к любым вызовам. Поэтому работа по совершенствованию материальной базы учреждений здравоохранения будет продолжаться. Мы сейчас работаем над кислородными точками в нашей больнице номер один. Мы сейчас реально в силу вынужденных причин, конечно, но занимаемся уже реконструкцией кислородной станции в центральной городской больнице. То есть сама жизнь заставляет мобилизовываться и менять приоритеты. Приоритеты бюджета определены. И уже не первый год, в принципе, мы говорим о том, что социальная сфера приоритетов. Но если раньше мы на медицину потратили 30%, то в этом году мы на медицину потратили 40% всего бюджета. Без малого 40%. Это то, что, в принципе, невозможно было предугадать. Теперь-то мы уже знаем, мы более вооружены на 2021 год. Говорить о том, как будет развиваться экономический потенциал в 2021-м, пока рано. Однако в реализацию плановых показателей нужно будет вложить все силы и ресурсы, уверен городоначальник. Мы не откажемся никогда от набережной. Более того, наши амбициозные планы по воссоединению набережной с крепостью, наверное, уже в следующем году приобретут конкретные очертания. Мы не откажемся от асфальтирования дорог и мы не откажемся от тех работ по благоустройству города, которые будем делать. Это абсолютно очевидно. Темпы жилищного строительства не снижаются. Новый микрорайон по улице Рябцево уже визуально к концу следующего года будет представлять микрорайон. Темпы строительства жилья для многодетных семей также не снижаются. Но для того, чтобы все эти планы были реализованы, необходима ответственная работа кадров, начиная от самого низкого уровня и заканчивая уже руководителем. Вот почему и нужен актив, когда мы можем подвести итоги, сказать спасибо, кому-то указать. Вот для чего мы, в принципе, собираемся ежегодно.